Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Меня просили показать быстрые рецепты на завтрак. А что у нас самое быстрое? Правильно, бутерброды. Но, чтобы было не скучно жевать бутерброд каждое утро, надо его как-то разнообразить. Все вы слышали и наверняка многие пробовали селедочное масло. Но в наших краях селедку можно найти только, пожалуй, что в русских магазинах. Ну, может, еще у голландцев, но там она маринованная. А валенцианцы предпочитают сардины и анчоусы на местном диалекте бакеронес. Короче, вчера я совершил набег на магазин и закупил небольшую кучку этой рыбки. Маленькая ретроспектива. В Испании существует какое-то чудовищное количество рецептов, в которых используется анчоус. Причем этот анчоус используется уже в засоленном виде. Мне нравится испанская кухня, но тот анчоус, который продается здесь консервированный, засоленный, ну, наверное, в девяти случаях из десяти, на мой вкус, пересолен. Его заваливают таким чудовищным количеством этой самой соли, что он обезвоживается, становится очень плотный, твердый и, по сути, теряет даже свой жирок. Кстати, возможно, я не один такой любитель свеженькой рыбки, потому что зимой, когда, видимо, начинается очень активный лов этой рыбы, и цена на него немножко падает в магазинах, испанские хозяйки устраивают просто какой-то паломничество магазина и закупают огромными партиями эту самую рыбу. Я хочу сейчас засолить, засолить на свой вкус эту рыбу. Жителям... Давайте я начну. Жителям России, Украины скажу. Анчоус – это маленькая рыбка вот такая, в Черном море ее знают под названием хамса. Здесь у меня 200 грамм, поэтому на эти 200 грамм я высыпаю всего 10 грамм соли. И этого будет вполне достаточно. Как вы видите, я ее не потрошил. Готово оно будет уже завтра. Сразу хочу заметить, в России, ну, по крайней мере, в Москве, совершенно нет никаких проблем купить хамсу идеального посола, то есть не пересоленную, чтобы она жирненькая была, чтобы она мягкая была, классная. Да и анчоус, наверное, сейчас там встречается в нормальном виде. Но вот эти вот баночки, в которых эти филе анчоуса прям твердые, вот их, на мой вкус, не надо использовать. Ну, ладно, я заболтался. Встретимся теперь уже при приготовлении блюд из этого самого анчоуса с его использованием завтра. И уже сегодня замечательная закуска готова. Надо пробу снять. Голову оторвать. Позвоночник выбросить на филе на хлебушек. Идеально. Может, и не надо с каким рецептом масла заморачиваться, а? Ладно. Валенсии вместо селёдочного масла делают анчоусное. Вариантов десятки. Я вам покажу самый простенький. Для этого понадобятся сливочное масло, анчоусы, ну, хамса, миндаль и сок лимона. Пока готовлю анчоуса, надо отделить филе. Сейчас сразу же начнутся вопросы, можно ли заменить. Доменяйте вы, что хотите, на что хотите, хоть носки на водку. Если на ваш вкус никакой разницы между хамсой и селёдкой нет, так и не парьтесь. А если ощущаете разницу, то значит, сообразите, что готовый продукт также будет различаться. Отлично. Миндаль нужен в виде пудры. Можно, конечно, заморочиться и ступки растереть. А можно воспользоваться кухонной механизацией. Например, кофемолкой. У меня вот такая насадка есть к комбайну. Вжух. И готово. Выходим на финишную прямую. Смешиваем анчоусы, масло, миндаль и сок четверти лимона. Очередной вжух. И можно пробовать. Свою ружу себе бутербродик. Рыбкой пахнет. Классно. Очень такое прикольное сочетание вкуса анчоуса, вкуса рыбки солёной и ореха. Такая кислинка проявляется во вкусе. Берите на вооружение. Экспериментируйте с добавками. Бодрого вам дня. Спасибо за компанию. И всем пока.